Когда первая волна, больше чем 240 тысяч бакинцев, я уже не говорю об большом баку, когда они оказались изгнанными, изгнанными буквально, лишенными всех своих имущественных прав, избитые и искалеченные. Мало кто сегодня вспоминает, что с периода после сумгаидских событий до ноября 1988 года более чем 60 человек были убиты в разных местах в 1988 году. Очень важно отметить, что многие беженцы менялись селами. И многие помнят, добрым словом, до сих пор они вспоминают тех людей, председателей колхоза или сельсовета, которые будь то с азербайджанской стороны, будь то армянской соглашались, потому что политика шла на уничтожение. И те, которые десятками лет все-таки жили рядом, они соглашались менять с села на села. Безусловно, это не было равноценным. Повторяю, армяне общеизвестно как присказка, что когда у армянина лишний рубль, он вкладывает его в строительство своего дома. И понятно, это не было равноценным. Но это происходило. Более того, у меня еще где-то есть письмо благодарности от человека, председателя сельсовета Азербайджана населенного села в Араратской долине, тому человеку, чиновнику, который помог им организовать без паники, потому что никто их не преследовал. Понимаете, вообще о том, как они уходили из Армении, это другой разговор. Мы знаем об убитых азербайджанцев, вот как они уходили. Вот мы говорим о Сумгаиде, о Баку, о сегодняшнем... Очень важно сказать, как это происходило. Надо сказать, что ЦК Компартии Армении, Гайкоп, министерство все, они буквально были поражены, особенно когда из Араратской долины ринулись какие-то жители сел на границу с Турцией. Их умоляли, спрашивали, а что с вами, кто-то на вас, что такое, что случилось. Понимаете, организованная, провокационная вся эта операция, вот она была рассчитана, я повторяю, на годы вперед. А в другом районе, а именно в Сесианском районе, моей супругой Сесианского района, и когда там азербайджанцы хотели покинуть села, в Сесианском районе все армяне возмутились, просили их остаться. У них там было четкое разделение труда, животноводство, земледелие, и поэтому для них было очень непонятно, а что они уходят. Потому что отношения в Сесианском районе, в Капанском районе между армянским и азербайджанским населением были довольно деловые, коллегиальные, не было каких-то таких проблем. Лично я поехала в село Ауды с тем, чтобы понять, а зачем вы уезжаете. Там они собирали уже свои вещи, стояли грузовики советской армии, которые помогали им это. Они целовали, там есть такой вот монумент небольшой, очень древний. Они целовали камни у этого и буквально со слезами на глазах увязывали свои вещи. Я подошла и спросила, а зачем же вы уезжаете, если вам так жалко покидать в Сесианском районе? Вас никто тут не преследует. Есть одно село, которое самое последнее выехало. Они все никак не хотели уезжать, но они такие, урут, село урут. Они самые последние покинули. Они не хотели уезжать. Да, они не хотели, потому что были совершенно нормальные взаимоотношения. И вот этот человек мне сказал на Азербайджане, нам сказали, и он показывает в ту сторону, что из Азербайджана Ордан Беззяды Делярь. То есть это организованная абсолютно провокация. Почему? Потому что армянские беженцы... Я говорю, понимаете, это исход совершенно под влиянием не отношений. Я повторяю, я говорю о двух регионах. Это Сюник и это Араратская долина, где буквально были поражены, потому что взаимоотношения. Я хочу вам напомнить, что к азербайджанскому, как к национальному меньшинству, были обычно хорошие такие привилегии в сельских местностях. У них приусадебный участок был больше, у них были определенные привилегии в реализации продукции сельского хозяйства. Вы должны тоже помнить, что на рынках у нас, как правило, были именно люди из Араратской долины, потому что азербайджанской национальности, потому что действительно у них были привилегии, у них были абсолютно условия. В 1998 году, когда я оказалась в Баку на международной конференции, вы знаете, ко мне подходили, боясь как-то, чтобы их не заметили, те, которые когда-то были, так сказать, переселены в Азербайджан. И они говорили, что мы до сих пор здесь не обустроены, мы все-таки жили в Армении совершенно в других, более комфортных условиях. Поэтому не надо придумывать, понимаете, все еще живы, пусть не все, но очень многие. И, как я говорю, вот это письмо, которое благодарственное пришло из Азербайджана одному из чиновников в Армении, оно было написано уже где-то в конце 90-х годов. То есть люди по-человечески себя вели в каждой ситуации, когда это было возможно, когда это не преследовалось. Например, в отличие от тех геноцидных действий, которые были в Сумгаите, когда было опасно дать убежище, приют дать армянину. И все равно были азербайджанцы, которые это делали, но были и те, которые буквально ногой отталкивали. У нас есть описанный случай, когда мальчик, у которого отец и мать были убиты, а он чудом остался под их телами живой, когда он подполз к квартире дома, где он жил, как его буквально вытолкнули и по лестнице его спустили вниз. То есть когда начинают говорить о том, что какие были случаи, а случаи были разные. Это человеческое, это не политика. Все, что я говорю, когда я говорю «Азербайджан», я имею в виду политику. Ни в коем случае никто от меня не слышал какого-либо оскорбительного выражения в отношении всего азербайджанского народа. Я только могу сочувствовать тем, повторяю, жертвам вот этой политики выродков, которые распространяют и выращивают буквально поколения, на ненависти к армянам, и не только к армянам, которые выродки, на нацистской политике, это выродки, которые получали удовольствие от того, что они калечат и убивают людей на улице, демонстративно на глазах у других. Ни одно из этих преступлений не удостоилось уголовного дела или уголовного расследования. Но в 88-м году тоже все как-то забывают. Послушайте, мы в 90-м году получили последних 25-30 тысяч армян, которые по разным причинам не могли выехать из Баку. А ведь на самом деле вся основная масса была изгнана в два этапа. Это ноябрь 88-го года. Почему? А потому что в это время в Москве проходил процесс над убийцами сумгаицами. И там уже началось героизирование этих убийц. И в ответ на эту прямую трансляцию, по крайней мере, были эти периоды, и это был открытый суд, 240, повторяю, более 240 тысяч собственно бакинских армян были изгнаны в одночасье. И тогда мы должны были уже понять, что ни сумгаид, ни вся волна изгнаний с территории советского Азербайджана это не есть случайные проявления какого-то там ярости, неважно, гнева. Тогда не было накручено это все. Это политика, понимаете, это политика такая же, как проводила Турция, не только османская султанская, а младотурки. Младотурки не скрывали, они не просто проводили геноцид, они лишали родины. И точно теми же методами, вы знаете, иногда поражаешься, когда читаешь разные сюжеты, даже когда давали свидетельства азербайджанцы во время суда. Просто поражаешься, как будто бы их обучили прямо этим методом. Может быть, как будто это с моей стороны неправильно, может, они действительно обучались. И в этом смысле мы должны понимать, Азербайджан уже в советское время неуклонно, без каких-либо отклонений, взял на вооружение политику, изгнание армян с местных исторического проживания, не останавливаясь ни перед какими международными нормами или советскими законами и прочее. И мы должны сегодня же понять, что то, что вы сказали, беженцы, они взяли операцию, у них это было изначально. Я хочу всем напомнить, что беженцы, так называемые, из Азербайджана, они 85, если не больше процентов, мы изучали этот вопрос, обменяли свои квартиры, все, кто уходил из Армении, обменяли свои квартиры. Более того, некоторые из них ухитрились обменять двумя-тремя другими владельцами или там арендаторами, вы знаете, что в это время не было права собственности. Они продавали, они брали деньги у двух-трех субъектов. И мы потом здесь разбирались с этим. На одну квартиру, да? На одну квартиру. Конечно, то есть, когда говорят о беженцах из Армении, просто диву даешься вот этому искажению. Более того, тому, что верят люди в Армении, что это действительно были беженцы. Теперь о других чуть менее 15%. Вы знаете, что советская... В советское время. Во-первых, всего 6 тысяч азербайджанцев жило в Ереване. То есть городское население, урбанизация, оно было только около 6 тысяч. Остальные, а их было 164 тысяч всего, остальные 158, чуть меньше, они жили в регионах. В том числе в регионах, которые были задеты землетрясением. И вот Госкомтруда СССР перечислил Госкомтруда Азербайджанская СССР 72 миллиона рублей на компенсацию тех зданий, тех домов, квартир, в которых жили азербайджанцы. Скажите мне, кто-нибудь знает о какой-нибудь компенсации со стороны, будь то Советского Союза, со стороны Азербайджанской республики советской, беженцам, а их в конце концов, если мы возьмем только начиная с 88-го года, более полумиллиона, более полумиллиона. Есть исследователи, которые говорят о 70 тысяч беженцах, начиная где-то с 70-х годов. Действительно, политика национальной кадровой политики привела к тому, что были, просто бросали свои места проживания и выезжали армяне. Но я говорю об этих годах, когда советский Азербайджан уже в составе еще Советского Союза начал геноциадальные акты. Я против других выражений. Я поражаюсь, когда хотят смягчить что-то. Ради чего? Ради того, чтобы простить убийц. Повторяю, я никогда про убийц не говорю, что о никакой национальности. Это выродки. Это продукт выродков от политики. Как правило, такая политика, будь то армянофобия, будь то расизм как таковой, а это именно есть, всегда первой жертвой становится сам народ. Потому что они питаются ядовитой пищей, ненавистью на себя непохожих. И это, я уверена, обязательно рухнет весь этот построенный выродками от политиков, построенный ими мир, основанный на ненависти к армянам, он рухнет. К сожалению, он заденет и народа Азербайджана, в котором, я уверена, есть люди, которые против такой политики. Однако мы сегодня имеем то, что имеем. И что касается беженцев, так изначально они предъявили списки, я была участником многолетней конференции по вопросам беженцев и иммигрантов в ООН, которая проводилась не только на уровне государственных деятелей, но и на уровне неправительственных организаций. И мы четко отреагировали на все те выдуманные при требовании Азербайджана, сколько они оставили библиотек, сколько они оставили школ, я уже говорю, вместе с освобожденными территориями. Так вот, мы сделали расчет. Ваш покорный слуга сделал четкий расчет. Армяне в Азербайджане оставили более чем на тысячу квартир и домов больше, чем все, что оставили те азербайджанцы, которые покинули, что освобожденные территории, что Армению, что Карабах, вместе взятые. Можно спросить, а каким таким образом? Ну, во-первых, это преувеличенное число, миллион беженцев, между прочим, это совместно, это и Армяне, и азербайджанцы. Там было беженцам не более 500-517. Расчет я делала на основе азербайджанских источников, между прочим, этот расчет я передавала из рук в руки Ильхаму Алиеву в Баку, потому что в Баку была выездная сессия Совета Европы, ее комиссии по вопросам миграции. И я передавала эти документы, четко артикулируя, что все данные взяты из азербайджанских источников. Я даже в шутку сказала, что поскольку я бакинка, я не хотела пользоваться армянскими источниками, да, собственно говоря, азербайджанские источники четко показывали, что почти в два раза было увеличено число беженцев, которые артикулируются до настоящего времени. И это не случайно. Это с прицелом вот на сегодня. С прицелом на сегодня, повторяю, ни один беженец из Армении, то есть азербайджанской национальности, не может считаться в корректном смысле слова беженцем, потому что они или получили компенсацию и должны были, между прочим, заселить хотя бы те квартиры шикарные, которые оставили армяне как в Баку, так и в других городах, и другие, которые обменяли свои квартиры также на более, так сказать, комфортабельные условия. Таким образом, сегодняшняя спекуляция по поводу возвращения, она не может быть иначе рассчитана, так сказать, расценена, как попытка захвата территории Армении под видом так называемых возвращений беженцев. Между прочим, этот мотив обыгрывался в азербайджанской прессе долгие годы. Я знаю азербайджанский язык, пользуюсь их информацией, и, так сказать, вот эта вот захлеб радость, что вот как они сейчас покажут, вот тебе международное право, вот мы этим пользуемся. На самом деле, я повторяю, это просто бессовестное абсолютно извращение международного права и попытка распространить, то есть попытка захвата территории теми людьми, которых они будут называть беженцами, тех территорий, которые они называют историческим Азербайджаном или западным Азербайджаном. Если бы они хотя бы этого не говорили, можно было бы еще подумать, что может действительно там остались беженцы. Теперь о беженцах и о оставленных квартирах. Еще в 90-х годах один из азербайджанских правозащитников написал, что квартиры и дома, оставленные армянами, стали предметом двойной-тройной спекуляции со стороны властей, будь то местного самоправления, ну, на местном уровне, будь то на республиканском. И они годами мучили своих беженцев в так называемых палаточных городках, показывали их приезжающим, там представителям из других стран, в том числе, когда вот я была в 98-м году, была в Баку, они пытались это сделать, значит, тоже. Я сказала, вы знаете, я состояние ваших беженцев лучше знаю. И во время одной из сессий там беженка хотела говорить на азербайджанском, ей запрещали, говорили надо на русском. Я ей сказала на азербайджанском, я тебя понимаю, ты же хочешь мне сказать, скажи. И я показала фотографии наших беженцев и сказала, а вы знаете, что у нас это? То, что вы не можете потребовать у своего государства вот этого твердого, так сказать, покрытия над головой, а вас держат вот в этих палаточных городах, где были распространены самые разные болезни. Это вина, это полная вина, это ответственность принимающей стороны. Причем продуманная. Причем продуманная. Затем они, значит, для того, чтобы, как говорили, писали, что в принципе их как-то обеспечили, но для, специально для различных делегаций, их снова завозили в эти палаточные города. Это метод, присущий таким странам, которые ведут захватническую политику. Я не буду характеризовать иными словами. Это международно праве так и называется. Захватническая политика. Это политика не реваншизма, а именно захвата непринадлежащих ей территорий. Точно так, как вот политика захвата территории Нагорного Карабаха, непринадлежащей международно-правовом, корректном смысле слова, непринадлежащим современному Азербайджану. Почему он такой распоясавшийся? А потому что ему просто простили захват Нахчеванской автономной республики. Нахчеванская автономная республика была образована, поскольку там наибольшее число жителей было армянской национальности. Мало кто знает, что до 1937 года на флаге Нахчеванской автономной республики запись была на двух языках, азербайджанском и армянском. Затем, вот так называемой политикой обезармянивания Нахчевана, они как совершенно... В 88-м году в Нахчеванской автономной республике проживало чуть менее двух тысяч армян, в то время как армяне составляли 40% населения среди всех, а так называемые не нации, а религиозная принадлежность мусульмане составляли менее 38%. Остальные были других национальностей. То есть мы должны понимать, что это политика, которую без... неуклонно вели как советский азербайджан, как до него демократическая республика, которая пыталась силой оружия буквально уничтожить, и ей что-то удалось. Вся территория Бердзорского района в течение одной недели были вырезаны 40 армянонаселенных сел. И туда заселены курды с тем, чтобы образовать там так называемый курдский национальный округ, который буквально разорвет вот это прямое прилегание Нагорного Карабаха к Армении. Затем этот округ был, так сказать, просто распущен за ненадобностью, поскольку политика была именно в этом. И сегодня мы говорим о том, что надо какой-то коридор, а этот коридор, значит, нам не предоставляют. И